Всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал! Не просто так, сзади меня цифра 5. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие ютубовцы, ютубцы, я не знаю, как правильно назвать, мои дорогие люди, за то, что вы со мной были весь этот год. Я чуть больше года снимаю видео, и начинала я снимать, так скажем, для себя, но поняла, что моё творчество многим интересно, и решила с вами больше делиться всем, чем я занимаю своё свободное время. Также я вас хочу поблагодарить за то, что вы пишете мне ВКонтакт, оставляете комментарии, пишете отзывы, спрашиваете, задаёте вопросы. Я немножко тут вставлю того, что вы мне написали. Надеюсь, вам будет приятно, мне это очень приятно. После того, как я стала получать все эти смс, я поняла, что я делаю правильно, так скажем. Я буду развивать тему цветов. Это очень многим нравится. Первое, что я вам хочу сообщить, это я создала ВКонтакте группу, ссылка будет под видео. Я там выкладываю все видео, связанные с цветами, все, так скажем, видео, которые есть на ютубе. Там также можно в обсуждении зайти и написать мне лично, спросить, какой вас волнует вопрос. Я там отвечаю и делиться своим творчеством по моим мастер-классам, либо делиться просто своим творчеством и, может быть, даже какие-то идеи давать мне, помогать мне создавать такую красоту. Вам огромное не стану повторять за то, что вы со мной. Спасибо за пять тысяч, я даже заказала шарик в честь такого мини-праздничка. И хочу в этом видео немножко с вами, так скажем, чтобы вы обо мне побольше узнали, ответить на десять вопросов. Первый вопрос, ну, примерно на десять, так скажем. И так думаю, что с каждой тысячей, там, на десять тысяч я отвечу ещё на вопросы, которые мне вы пишете в контакт. Сейчас отвечу на те вопросы, которые вы мне больше всего задаете. Первый вопрос и ответ. Из какого ты города? Я из Нижнего. Второй вопрос, который часто задают. Сколько вы знакомы с мужем? Мы знакомы пять лет, чуть больше уже. И в браке мы почти год. Пятого августа 2018-го будет год. Но это многие знают, потому что у меня есть видео про свадьбу. И мне просто заполнило половину моих видео. Так, третий у нас вопрос получается. Сколько мне лет? Мне 23, 1 июня у меня день рождения, поэтому сегодня у нас 4 мая, скоро у меня день рождения. Откуда самораспространяемый, кстати говоря, вопрос? Откуда ты берёшь идеи для видео? Где ты это всё берёшь? На самом деле я сначала лазю по ютубу. Ничего я там не нахожу. И поэтому, потому что я ничего не нахожу, я хочу поделиться с вами тем, что... Чего нету на ютубе? Тем, чем именно... Именно то, что придумываю я. Идеи у меня берутся по чуть-чуть оттуда, по чуть-чуть оттуда. Из разных видео я соединяю. Я смотрю много разных видео и соединяю это всё в одно. Так же про цветы, так же про фото зоны, про декор, про свадьбу. Создавала я это всё так, как я смотрела видео и создавала. Поэтому я точно ответ не могу дать, откуда я беру идеи. Ни у кого-то бывает, я смотрю видео, но чего-то не хватает. Всё равно у меня не получается повторить на 100%. У меня получается 100%, ну 99% свой цветок, своя идея. Мне не получается повторить ни разу. Мне не получается. Так, дальше. Мои планы... А, кем я работаю? Самое главное. Вообще я училась на прихмахерах. Но как-то это мне не по душе было, и у меня началась аллергия на краски. Поэтому я выучилась... А у нас был в школе, в той, в которой я училась, много мастер-классов. Я выучилась на наращивание ресниц. Я не ожидала, что... И так это я дело полюблю, но наращиваю ресницы я уже больше пяти лет, со школы. Вот, обожаю это дело, тем более сейчас наращивание ресницы стало популярно, и почти каждая девочка наращивает ресницы. Так что не бойтесь, идите. Если вы найдёте хорошего мастера, то результат идеальный, вам гарантирован. У меня девочки очень долго ходят с ресницами, хоть я и прошу их отдохнуть. Нет. Если вам интересна тема по уходу наращивания ресниц, пишите мне в ВКонтакте. Я сделала отдельное видео про ресниц, как за ними ухаживать, и 10 критерий, по которым можно найти хорошего мастера в вашем городе. Это всё-таки отдельная тема. Это моя работа, и я тоже обожаю это. Но это очень кропотливая работа, так что кто хочет поменять свою, допустим, офисную работу на наращивание, то это очень много сил и времени нужно, чтобы научиться хорошо делать. Следующий вопрос. Куда я потом деваю все цветы, которые я делаю? Половину цветов я делаю на фт-сессию свою, половину я продаю. Продаю я по стоимости той, в которой я закупала бумагу. Если у меня, допустим, цветок из двух или из трёх рулонов бумаги, то, естественно, я продаю по такой цене. Либо можно отдать цветы в детский дом, чтобы они у вас дома не были, и детей порадовать. В детский сад отнести, допустим. Либо на какое-то мероприятие, на свадьбу кому-то подарить, выложить, допустим, в какие-то соцсети продажу. Вот так можно начать свой бизнес. Так, следующий вопрос. Не по теме. Этот вопрос задают каждый день по три человека. Как я покрасилась в такой белый цвет? Я во влогах вам показывала. В общем, я недавно была серенькая, коричневая и опять перекрасилась. Мне кажется, мне по душе даже, кто бы что бы ни говорил, что у меня с тёмным хорошо, я хочу быть блондинкой. Крашусь я Deluxe Estelle. Именно этот краситель даёт мне такой... осветлитель, точнее, даёт мне такой результат. С первого раза. Но если у вас волосы тёмные, то с первого раза вы не будете такой блондинкой. Ну и в самом деле я не особо люблю такие видео, которых нужно смотреть, так скажем, если я смотрю, кто разговаривает. Но так как мы с... У меня на страничке уже довольно много... На страничке, ну да, на страничке Ютуба. Довольно много подписчиков, поэтому я решила сделать такое видео, чтобы вы обо мне побольше узнали. Ещё один вопрос, который я вспомнила. Я ничего не записывала. Это видео я импровизирую. Вспоминаю то, что было написано ВКонтакте. Вопрос был, как ты монтируешь видео. Монтирую видео я в программе, которая... Как она называется, я вам сейчас не скажу. Я не вспомню просто, как она называется. Она была у меня в... Когда я ноутбук купила, она есть в каждом ноутбуке. Поэтому я не помню, как она называется. Я не могу это сказать. Так, ну что, с вопросами я не могу ничего больше вспомнить. Поэтому, я думаю, на сегодня с вопросами закончено. Получилось коротенькое видео. Опять же, я хочу, кстати говоря, сегодня испробовать новую программу для... У меня не тянет ноутбук. Вот это просто выкинуть. Не тянет программу, которую я хочу, Которую мне нравится для обработки видео. Оно бы было качественней. И мне приходится работать с тем, что есть. Поэтому за монтаж, простите меня, пожалуйста. Монтирую я где-то в день. Выводится у меня по 3-4 часа. И на ютуб выводится буквально за час. Поэтому не успеваю я выкладывать видео так, как я бы хотела. И монтировать я хотела бы по-другому. Но не тянет у меня. У меня очень сильно глючит. Программа, которую я хочу, она очень сильно глючит. Поэтому нужно сначала менять ноутбук. В общем, следующий вопрос-ответ у меня будет, когда мы наберём уже 10 тысяч. Вот. Ещё раз спасибо вам, что вы со мной. В этом году, в 2018-м, меня ждёт три праздника. Это мой день рождения. День рождения мужа и венчание. Кстати, по поводу венчания задают многие вопросы. Уверены ли вы, что вы хотите венчаться? Многие пары, когда приходят девчонки на наращивание, они говорят, ну вот мы уже 7-10 лет в браке, но как-то не готовы. Как я хочу сказать, если вы не готовы, вы лучше не венчайтесь. Потому что это всё-таки очень серьёзно. И к этому нужно подходить, конечно, с взрослой головой, не в 17, не в 20 лет. Вот у нас свадьба, вот нам надо повенчаться срочно. Лучше подождать. Если вы уверены в человеке, что вы готовы всю жизнь прожить, то да, нужно венчаться. Ну и, конечно, это должен предложение по поводу венчания должен сделать мужчина, а не вы. Если вы готовы, вы можете на это намекнуть. Но я считаю, что у нас в семье было так, что заговорил об этом Серёжа. Вот. Если мужчина не готов, а вдруг он вас через год бросит? А вы будете такая сидеть? И я так знаю, что если люди венчаются, то на небесах они встретятся. Поэтому лучше не венчаться, если вы не уверены. Это не шутки. Это не свадьба и не развод, которым можно развестись, и всё. Это всё-таки правда серьёзно. И лучше сто раз подумать. Лучше отказаться в последний момент, чем потом всю жизнь жалеть и мучить себя и молодого человека. Так, я сама себя перебила. Хотела ещё что-то вам сказать, но уже забыла. Это так всегда бывает. Да. Когда я снимаю видео, надо просто делать сценарий. Я говорила по поводу монтажа. А, что ждёт в этом году? Вспомнила. В общем, ждёт нас три праздника. Будем готовиться... По-любому мы будем готовиться к году свадьбы, отмечать. Всё смотрите по ходу событий. Осталось три месяца, грубо говоря. К дню рождения я уже готовлюсь. Во влогах я показываю, что я покупаю, какие я закуски буду делать, что я буду делать. Поэтому это всё во влогах отдельно от видео цветов. И добавляйтесь в группу ВКонтакте. Я буду рада отвечать на ваши вопросы и посмотреть ваши работы. Мне для вдохновения не хватает ваших работ, чтобы посмотреть и что-то придумать своё, новое и поделиться с вами, конечно. Спасибо за пять тысяч. Скажу, сто пятьдесят третий раз в этом видео. Я счастлива. Я рада, что я, так скажем, начала заниматься этим делом. И не зря. Всё-таки это будет как бы наша с мужем семейная лента событий, видео, так скажем, что наши дети смогут, мы в старости сможем посмотреть это. И в первую очередь я снимаю это для себя, для нас, чтобы осталось в памяти. Раньше у родителей не было такого, такой возможности. Сейчас эта возможность есть. И я считаю, что моменты некоторые в жизни, моменты нужно запечатлять. А когда вам грустно, пересматривайте, вспоминать, какие вы счастливые. Не ругаться. В общем, не ругаться, не ругайтесь, любите друг друга, будьте счастливы. Желаю вам всего самого хорошего. Встретимся с вами совсем скоро в новом видео. И всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok